Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» и подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Важнейшая транспортная магистраль, обеспечивающая около 60% грузооборота и порядка 23% пассажироперевозок в республике. 150 лет исполнилось накануне железнодорожному сообщению «Брест-Москва». Как реализовать мечту о собственных квадратных метрах? Людмила Логодич об очереди на жилье, о постановке на учет и о получении кредитных средств на строительство. Цифры, факты, компетентные комментарии. Сделано в Беларуси знак качества продукции. В областном центре прошла торжественная церемония награждения лауреатов республиканского конкурса «Лучший экспортер года-2020». В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. 150 лет исполнилось железнодорожному сообщению «Брест-Москва». История этого события уходит своими корнями в далекий 1871 год. Как сообщала пресса тех лет, в этот день со станции Минск два пассажирских поезда отправились одновременно, один в Москву, другой в Брест. Это событие ознаменовало окончание строительства Московско-Брестской железной дороги. Ее построили за рекордные 20 месяцев, вдвое короче запланированного срока. Сегодня важнейшая транспортная магистраль обеспечивает около 60% грузооборота и около 23% пассажироперевозок в республике. На территории Брестского вокзала состоялось торжественное мероприятие, посвященное важной дате. Участие в нем приняли руководители Железнодорожного ведомства Белоруссии и России, руководство области и города, почетные гости. Анастасия Назрин-Плотницкая расскажет подробнее. Железнодорожный вокзал областного центра встречает прибывших по маршруту Брест-Москва. Хоть и пасмурный, однако не дождливой погодой. Вот уже много лет подряд поезд Москва-Брест прибывает именно сюда, на первый путь московской стороны вокзала. Время его прибытия неизменно. Ровно в 10.31 состав прибывает в Брест. Железнодорожное сообщение Брест-Москва имеет важное значение для Белоруссии и России. Ежегодно более 1 миллиона 200 тысяч жителей двух государств совершают поездки по этому направлению, которому в 2021 исполнилось 150 лет. Как много трансформаций пережило за это время транспортное сообщение, как много нового было внедрено и опробовано. Большая экспозиция, развернувшаяся в зале ожидания, наглядно демонстрирует, что поменялось в транспортном сообщении за эти годы. Как постепенно улучшилось качество перевозок, увеличился пассажиропоток, сократилось время преодоления расстояний. Об этом же рассказала и небольшая театральная зарисовка, открывшая торжественное мероприятие, посвященное 150-летию железнодорожного сообщения Брест-Москва. Участие в нем приняли руководители ведомства Белоруссии и России, руководство области и города, почетные гости. Мы компактная и очень насыщенная транспортными связями страна, это дает наше преимущество. Фактически 364 станции на белорусской железнодороге, 250 из которых открыты для грузовладельцев. Это говорит о том, что фактически сегодня железнодорожный транспорт это 60% грузоборота в стране. Большое значение имеет маршрут Брест-Москва с экономической точки зрения. В частности, объем перевозок грузов между двумя странами в 2020 году составил около 41 миллиона тонн, а за 10 месяцев 2021 больше 34. Именно в Бресте завязаны достаточно мощные сообщения грузов из России в Европу и наоборот. Говоря об этом, в приветственной речи губернатор региона Юрий Шулейко высоко оценил работу людей, обслуживающих эту логистическую цепочку. Во многом именно их грамотная и слаженная работа позволяет решать определенные экономические вопросы. Огромные слова благодарности, конечно, двум странам сегодня. То, что у нас есть взаимопонимание, то, что у нас есть сегодня рабочие планы, то, что мы в состоянии поддерживать громаднейшую инфраструктуру в таком высоком техническом состоянии, обеспечивать те необходимые объемы, которые дают дальнейшую экономику каждой стране непосредственно. Развитие транспортного сообщения между городами Беларуси и России продолжится. Сегодня стоит задача по расширению сообщения по Адлеровскому и Мурманскому направлениям. По мнению представителей российских железных дорог, маршруты должны расширяться, ведь направление Брест-Москва связывают не только Беларусь и Россию. Это что-то большее. Вы видите, как растут и объем перевозок, и как возрастают перевозки пассажиров. Это первое международное пассажирское сообщение, которое было открыто между странами, это между Россией и Беларусью. И сегодня мы с вами являемся свидетелями, что в этот юбилейный год запущен еще новый сервис. Это скоростные поезда «Ласточки», которые идут между Москвой и Минском. И мы также будем и развивать и дальше обмен нашими гражданами, чтобы граждане обеих наших стран могли ездить друг к другу и как можно чаще общаться. Кроме того, в праздничный день сюрпризы ожидали и пассажиров. Так, на мероприятие был приглашен гость областного центра, который первым приобрел билет на поезд номер 28 Брест-Москва на 16 ноября, еще за месяц до отправления. Сюда Дмитрий Ирков приехал к друзьям, погостить. А получилось еще и войти в историю. На память о событии теперь останется подарок. Иногда пользуешься и автомобильным транспортом, но чаще железнодорожным. Поэтому железная дорога в моей жизни, по крайней мере, значит очень многое. И значило, и значит очень многое. Логическим завершением мероприятия стал еще один ритуал. В присутствии гостей и участников мероприятия состоялось торжественное гашение двух художественных марок почтового проекта «150 лет железнодорожной магистрали Смоленск-Минск-Брест». Эксклюзивные экземпляры останутся на память участникам торжества. Вечером 8 ноября все белорусское и мировое сообщество потрясло новость о том, что несколько тысяч мигрантов из Ирака разбили палаточный городок в непосредственной близости от границ Беларуси с Польшей. Практически две недели прошло. Ситуация менялась и меняется ежедневно, ежечасно. Сегодня ясно одно – Польша не собирается пускать незваных гостей, а они в большинстве своем не хотят возвращаться на родину, считая, что не для того поставили последнее на европейскую карту, чтобы вернуться к прежней жизни. Белорусы Брещане активно оказывают помощь мигрантам, ведь среди них находятся женщины, дети. Мало найдется людей, которые безразличны к этой ситуации. Кто оказывает помощь и мнение горожан о миграционном кризисе? Прямо сейчас. На белорусско-польской границе уже как две недели ситуация остается довольно серьезной. Несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака, разместились в палаточном лагере непосредственно у приграничного пункта пропуска Брузги и в помещении логистического центра неподалеку. Люди не скрывают, что конечной точкой их перемещения является Европа, в частности Германия, а Беларусь некоторого рода окно в нее или, как говорят многие из них, их последний шанс, но в Европе их не ждут. Находиться в полевых условиях в ноябрьские холодные дни детям, женщинам и старикам особенно тяжело, а потому белорусы, как народ небезразличный, подключились, чтобы помочь. Одними из первых оказали гуманитарную помощь именно женщины, в частности общественное объединение «Белорусский союз женщин». Брестская городская организация конкретно сегодня принимает решение о том, чтобы обратиться ко всем международным организациям о правильной ситуации, которые находятся на белорусско-польской границе. Мы обеспокоены судьбой этих мигрантов. Самое главное – это то, что там находятся женщины и дети, беременные женщины. И сохранить то внимание к ним – однозначно наша работа, женщин, Белорусского союза женщин. Наша организация собрала оперативно более тысячи подписей в поддержку этого обращения, которое было разработано Республиканской общественной организацией. Кроме того, мы занимаемся совместно с Красным Крестом собранием гуманитарной помощи. И в данный момент мы собрали 10 одеял для того, чтобы помочь им в логистическом центре перенести эти холодные осенние ночи. Мы понимаем, что нужны медикаменты, что нужно питание и сбор совместно с Красным Крестом продолжается. В числе тех, кто считает, что белорусской стороне оказывать гуманитарную помощь нужно, и объединение профсоюзов, отправляющие на границу свою помощь со всех областей страны, не осталось в стороне и Брестское областное объединение. «Помощь беженцам мы передаем в основном продукты питания. Это молочные продукты, мясные продукты с учетом национальных особенностей беженцев. Также для детей продукты питания – печенье, изюм, другие товары, воду питьевую. Также мы оказываем поддержку одеяла, передаем для беженцев. Вот такие товары, которые продукты, которые первой необходимости нужны этим людям, которые находятся в сложном положении. При необходимости мы дальше будем продолжать эту акцию». У жителей областного центра довольно противоречивые мнения относительно сложившейся ситуации, но в большинстве своем Брещане относятся с состраданием к этим людям. «Если людям нужна помощь, то мы можем эту помощь им оказать. Просто у нас в стране нужно работать, чтобы хорошо жить, чтобы растить своих детей. И, соответственно, у нас есть возможность помочь». «А откуда они там вот появились, вот откуда они появились на границе, столько людей? Вот откуда взялись? Вот только самое интересное. А так, что поляки не хотят пропустить их на Германию, тоже что-то такое непонятно. Так и по телевидению показывают каждый день все это». «Это вообще не мигранты, а туристы. Мне бы такой телефон, как у них, и такую курточку». «Я как-то на эту ситуацию особо и не обращаю внимания. У меня жизнь такая, знаете, нон-стоп. Дом, работа, работа, дом, как бы. А по поводу них, я думаю, что все-таки надо заниматься восстановлением своей страны. Все-таки, если, как наши деды, прадеды, которые во время войны были в партизанах, они же потом никуда не убегали. Они взялись, одевались по-рабочему и строили, заново отстраивали свою родину. «Сложившаяся на сегодняшний день обстановка на границе, она напрягает всех. В первую очередь, это мирные граждане переживают. Что касается военной составляющей, то пока в Республике Беларусь военные к выполнению задач на границе не привлекаются, выполняют задачи военнослужащие Государственного пограничного комитета. В результате страдают простые люди, которые переживают, которые волнуются. Те же беженцы, те же простые мирные граждане, которые живут и с нашей стороны, и с польской стороны. «Все жалеют, потому что люди холодно скитаются. В основном всех жалко». «Очень им все плохо. Все это очень некрасиво. Это мучительно для людей». На сегодня часть мигрантов сдалась и согласилась на депортацию. Около тысячи человек переместились в теплый ангар перед отправкой в аэропорт. Но основная масса решила пока не покидать территорию Беларуси. Все еще надеясь, что Польша откроет им ворота в Европу. Брест – современный приграничный центр с развитой инфраструктурой и активным строительством. В последнее время здесь все больше реализуется проектов по строительству многоквартирного жилья разного ценового сегмента – от социального назначения до элитного. Если вариант застройки, которая реализуется вне очереди на общих условиях, не подходит, то стоит рассмотреть вопрос постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В нашем городе он ведется раздельно для Московского и Ленинского районов. Однако и в первом, и во втором случае для достижения желанной цели люди зачастую обращаются в банк и в той или иной мере реализуют мечту о собственном жилье с помощью кредитных средств. Как воплотить свои мечты о квадратных метрах в реальность, расскажет Людмила Логодич. Семья Брещан-Беляцких напоминает цветник. Красивые, яркие, задорные. Но что скажешь, девочки? Четыре дочурки и мама во главе женского клана требуют и внимания, и определенных условий. И они у них сегодня есть. Впрочем, ситуация и раньше была вполне благополучной, признается и Елена Беляцкая. Сначала арендная квартира, что предполагает возможность стоять в очереди. Потом кредит и ура! Получили двушку на Махновича. Но и здесь стало тесновато, ведь родилась малышка Алиса. И теперь на 59 квадратах проживает 6 человек. Пора расширяться. Год назад родилось наше маленькое еще одно чудо. И в связи с этим в двухкомнатной квартире уже места нам мало. И подошла очередь на расширение, чему мы очень-очень рады. Брест активно строится. И в Московском и Ленинском районах новостройки растут как грибы. В Улька, Ковалева, Юго-Запад, Героевка и Дубровка. Район на лейтенанта Репцева уже выглядит здорово. Но одновременно с этим и растет количество брещан, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Всем хочется иметь свою крышу над головой. Сегодня в областном центре в очереди 25 тысяч человек. По состоянию на 1 ноября этого года у нас состоит на учете нуждающихся более 18 тысяч семей. Ну, скажем, тенденцию взять последних, наверное, 2-3 лет у нас происходит уменьшение очередности. И за этот год уже, по сравнению даже с 1 января, у нас очередь уменьшилась на 550 человек. В прошлом году на более тысячи снято с учетом нуждающихся. Но это происходит за счет того, что код отпадает от оснований и за счет улучшения жилищных условий. У нас примерно тоже за этот год предполагается, что у нас более 800 многодетных семей улучшат свои жилищные условия. Как путем строительства квартир в многоквартирных домах, так и за счет индивидуального строительства. И вот сейчас, последний 1 ноября, у нас на учете нуждающихся многодетных состоит на 965 семей. Да, многодетные семьи всегда в приоритете. Такова политика нашего государства. Да и чисто по-человечески это понятно. Поэтому они пользуются своими преимуществами, имея определенные льготы. Также свои условия остаются и для молодых семей. На сегодняшний момент в администрации Ленинского района состоит на учете около 7,5 тысяч граждан. Из них около 350 многодетных семей. В настоящий момент по многодетным семьям у нас очереди в принципе нет. И, как говорят в народе, включаем формируемые дома прямо с колес. То есть на сегодняшний момент, если многодетные семьи остановятся на учет, ближайший формируемый дом мы предлагаем строительство жилья. Вся постановка на учет у нас регулируется жилищным кодексом. В соответствии с данным кодексом у нас выделены 12 категорий граждан, которые имеют право постановку на учет. Наиболее распространенный случай – это обеспеченность менее 15 квадратных метров. При этом мы смотрим общую площадь жилового помещения. Также молодые семьи, впервые вступившие в брак оба супруга, которые находятся в возрасте до 31 года, принимаются на учет без учета площади родственников. Главное, чтобы у них у самих не было отдельного жилья. Кто, как и на каких условиях может стать на очередь, уже понятно. Но остается еще один нюанс. Где на строительство, улучшение жилищных условий, взять деньги? И здесь в помощь не имеющим всех средств на покупку, а таковых большинство – наши финансовые учреждения, то есть банки. Лидирующие позиции по кредитованию недвижимости в стране занимает Беларусьбанк. Благодаря его финансовым продуктам, только в текущем году порядка 5000 жителей Брестка области смогли улучшить свои жилищные условия. Всего же объем ипотечного кредитования от Беларусьбанка по Брещене составляет 83%. Беларусьбанк участвует в государственной программе жилищной. В соответствии с этим осуществляем выдачу по указу 13-му льготных кредитов. И кредиты по указу 240-му, которые предоставляются на коммерческой основе, но производится их погашение за счет субсидий, которые предоставляет государство гражданам. Льготные кредиты по 13-му указу банк предоставляет на основании списков, которые утверждаются ГОР, РАИ, с полкомами, местными администрациями и другими органами, которые уполномочены в соответствии с законодательством утверждать. Включая в списки, исполкомы определяют категорию граждан. И от этого зависит, на каких условиях банк будет предоставлять им кредиты. Так, многодетные семьи могут рассчитывать на кредит под 1% сроком на 40 лет. Молодые семьи с двумя детьми, а также военнослужащие, имеют возможность прокредитоваться под 5% на 20 лет. Кроме этого, высоким интересом пользуется система стройсбережений, которая делится на два этапа. Сначала копим деньги на вкладном счете определенное время, а потом, в зависимости от того, сколько накопили, получаем кредит. Чем больше накопили, тем на большую сумму кредита можно рассчитывать. Но это не все, что предлагает Беларусьбанк. Совершенно новый кредитный продукт, который появился только в феврале этого года и уже, в общем-то, тоже снискал определенную популярность среди наших граждан, это ипотека-экспресс. Этот кредит предоставляется на приобретение жилья, в том числе и на вторичном рынке. Рассмотрение пакета документов производится в течение одного дня. Кредит предоставляется под 21% годовых на срок 20 лет. Ну, есть определенная особенность. Этот кредит может быть предоставлен только под залог приобретаемого жилья. Более подробную информацию можно узнать на сайте банка или у специалистов ипотечного офиса. Здесь производится предварительный расчет. Также клиент получает полную консультацию по перечню необходимых документов. Учитывая, что специфика отдела предполагает выдачу кредитов исключительно на недвижимость, основным пакетом документов является это прежде всего справка о заработной плате кредитополучателей и поручителей, справка участника строительства жилого помещения, договор создания объекта долевого строительства. На сегодняшний день рассмотрение полного пакета документов, предоставленного в соответствии с локальными нормативными актами банка, происходит в течение трех рабочих дней. Путь к собственному жилью бывает по-разному долгим, но одинаково успешным для тех, кто твердо решил не отступать ради своей мечты. В продолжении темы строительства в областном центре. Работы на объекте многопрофильный медицинский центр в заречной части областного центра вышли на финишную прямую. Современный многофункциональный комплекс постепенно благоустраивается. На территории перед учреждением уже достаточно красиво и ухожено. Отделочные работы сейчас завершаются во внутренней части двух корпусов, в третьем же идет уборка. Напомним, многопрофильный медицинский центр, состоящий из детской и взрослой поликлиник, а также женской консультации возводится на средства, заложенные в государственную инвестиционную программу и областной бюджет. Комплекс в юго-западном микрорайоне изначально проектировался с учетом особых инженерных решений для установки в со временем высокоточной аппаратуры. Предполагается, что после ввода объекта в эксплуатацию многие виды сложных обследований станут доступными всем жителям спального микрорайона. Как обстоят дела на объекте сегодня и какие принципиальные решения по его работе планируются? Об этом они только подробнее в нашем следующем материале выпуска. Медицинский центр для заречной части города – проект важный и особенно актуальный. Теперь концепция «Город в городе» здесь воплотится в полной мере. К большому списку важных для района учреждений, школ, детских садов, собственной пожарной части, здесь в ближайшем будущем заработает и свое учреждение здравоохранения. Органичную, достаточно яркую архитектурную составляющую дополнит необычный дизайн внутри. Все подобрано со вкусом и с учетом контингента пациентов, которые будут обслуживаться здесь. На данный момент на объекте задействовано порядка 190 человек рабочих. Работы ведутся по пусконаладке всех систем, заканчиваем малярные работы. Все работы планируем закончить к концу декабря. Параллельно идет уборка помещений и расстановка оборудования. Общая площадь комплекса у нас более 27 тысяч квадратных метров. Несмотря на то, что это самостоятельное учреждение, детская поликлиника номер 3 и взрослая поликлиника номер 5, вместе они будут создавать единый комплекс. Все, что классифицируется под высокие стандарты здравоохранения, будет реализовано здесь. Новый комплекс оснастят самым современным оборудованием. Кое-что, например, рентгенаппарат, уже ожидает своей очереди для монтажа. Планируется, что медицинский центр разгрузит уже существующие поликлиники города. К слову, уже известны участки, которые по обслуживанию перейдут в новое учреждение. Часть населения, которое обслуживает третья поликлиника, сейчас будет обслуживать поликлиника номер 5, взрослая. Также туда отойдет для обслуживания часть территории, которая обслуживает центральная поликлиника. Пару участков, в которой обслуживает шестая поликлиника, мы так старались делить население, а в шестой поликлинике пара участков отойдет для обслуживания в поликлинику номер 3. Ну а детская поликлиника возьмет на себя детское население, которое в настоящий момент обслуживает. Детская поликлиника номер 1 и детская поликлиника номер 2. В Заречной части там находится несколько филиалов, которые обслуживают детскую поликлинику 2 в настоящий момент. Там только останется для детской поликлиники, вот тот филиал, который на Суворово находится, там останется, вообще там 10 участков находится, 5 отойдет для обслуживания новую поликлинику детскую, а 5 останется на филиале и будет обслуживать территориально ныне существующая детская поликлиника номер 2. Большая карта на стене главного врача города – это план к действию на ближайшее время. Уже согласованные маршруты общественного транспорта, которые будут заезжать на этот участок. Их три. Назначен один из главных врачей. Второй будет известен уже в ближайшее время. Назначен главный врач детской поликлиники номер три. Это Микляя Ивановна Николаевна. И через несколько дней будет назначен главный врач взрослой поликлиники. После перераспределения обслуживаемого населения поликлиника номер три будет обслуживать около 32 тысяч населения. Взрослая поликлиника новая номер пять будет обслуживать около 30 тысяч населения. И детская поликлиника будет обслуживать новое около 20 тысяч населения. Шпатлевка, побелка и покраска, подгонка стыков и швов. Работа скрупулезная с учетом того, что весь объект достаточно немалый. Однако и с этим строители уже практически справились. Ждут в своей очереди лишь единичное помещение. Бесперебойную работу и сохранение намеченного графика возведения прежде всего обеспечивает своевременное финансирование. А это позволяет говорить о том, что объект будет сдан в срок. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Андрей Ищерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. В эфире программа «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Республиканский конкурс «Лучший экспортер года» проводится в нашей стране на протяжении уже 15 лет. Это значимое событие для многих предприятий и организаций страны. Ведь победа в конкурсе дает прекрасную возможность заявить о себе как об успешной и стабильно развивающейся компании. В этом году формат проведения церемонии награждения призеров и дипломантов из-за эпидемиологической ситуации изменился. Награждения проходили в каждом из регионов страны в отдельности. По итогам республиканского конкурса были определены 22 победителя в различных номинациях, а 30 предприятий отмечены поощрительными дипломами. Пять позиций в этом списке заняли представители Брестской области. О церемонии награждения и о победителях прямо сейчас. Экспорт – это приоритетное направление развития экономики Беларуси. Благодаря внешней торговле происходит пополнение бюджета, обеспечивается стабильное государственное строительство, а также создается имидж страны. Кроме названных преимуществ, развитие экспорта обязывает предприятие развиваться, внедрять современные технологии и реализовывать новую продукцию. А потому те компании, которые с года в год открывают новые рынки и выдерживают жесткую конкуренцию, становятся замечены и отмечены в республиканском конкурсе «Лучший экспортер года». По итогам конкурса образца 2020-го победителем в номинации строительства и производства строительных материалов признано открытое акционерное общество «Березостройматериалы». Это современные, динамично развивающиеся предприятия, специализирующиеся на выпуске керамической плитки. Здесь каждый год расширяется ассортимент продукции, что полностью удовлетворяет разнообразные запросы и пожелания как белорусских, так и зарубежных клиентов. Наше предприятие является экспортоориентированным предприятием. Более 85% нашей продукции, которую производит наш коллектив, оно поставляется на экспорт. Экспорт у нас более 17 стран мира, как и ближняя дуга, так и дальняя дуга. Предприятие не стоит на месте, предприятие развивается. Потому что если стоять на месте, на сегодняшний день, забравшись на Олимп, очень с него можно быстро упасть. Дмитрий Николаевич говорил, что те, кто поднялся высоко, ему развиваться гораздо тяжелее, те, кто развивается сначала. Но мы хотим сказать, что мы эту тенденцию поддерживаем. Мы 4 года назад были победителями данного конкурса. И на сегодняшний день, за 2020 год, мы опять стали победителями этого конкурса, как лучший экспортер строительных материалов в Республике Беларусь. Честовывание лучших экспортных предприятий Брестской области проходило в гостинице «Эрмитаж». Стоит отметить, что выстоять в непростых условиях пандемии, даже нарастить объемы продукции, поставляемой на экспорт в прошлом году, удалось еще четырем предприятиям региона. Поощрительные дипломы получили пинский мясокомбинат в номинации «Мясная промышленность». Санта-Бремор – лучший в пищевой промышленности. Цавушкин продукт в молочной. А предприятие «Фриза Индастри» стало одним из лучших в организации малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров. «География самого экспорта расширяется. 104 страны сегодня есть. 11 рынков открыли за 2020 год. Это именно за тот период. Несмотря на условия сложные в плане эпидемиологическом, пандемия вовсю буйствовала в 2020 году. Поэтому, конечно, контакты несколько пришлось, может быть, сузить в таком офлайн-режиме, но онлайн контакты продолжались, велись переговоры, выставки перешли в несколько другой формат. То есть жизнь перетекла из одного формата в несколько другой. Но, тем не менее, она продолжалась и, в принципе, считаем, что результаты за 2020 год достаточно неплохие. В целом, по области экспорт увеличился на 4,5%. И мы говорим о том, что в пандемийный год произошел рост. Это достаточно хороший результат и показатель. «Брест» у нас всегда был лидером по поставкам на экспорт пищевой промышленности, продукции. И поэтому у нас финалисты номинации «Пищевая промышленность», «Мясная промышленность», «Молочная промышленность». И можно сказать, что мы прибавляем по некоторым новым направлениям, по деревообработке. Тут же и вот «Севич-древ». Мы видим, что здесь очень серьезные пошли прибавки. И традиционное наше направление – это брестская мебель, это одежда, это игрушки, знаменитые уже полесские игрушки во многих странах мира. Поэтому расширяется номенклатура, я бы сказал. Пандемия оказывает на нас давление, но мы работаем в тех нишах, где можно максимально прибавить. Сегодня Беларусь поставляет на зарубежные рынки порядка 70% товаров и услуг. Брещина среди регионов занимает лидирующие позиции. Особенно значительны достижения в области пищевой промышленности. Такие предприятия-гиганты, как «Савушкин продукт», «Санта-Бремор» широко известны как в нашей стране, так и за рубежом. Они внедряют инновации в производство и разрабатывают новые продукты, что позволяет расширять их экспортный потенциал. Например, продукция компании «Санта-Бремор» по итогам прошлого года смогла появиться в магазинах Дании, Франции, Ирака, Южной Кореи, Боснии, Герцеговины и многих других. Секрет такого успеха даже во время пандемии раскрывает директор компании. Мы очень большое внимание уделяем экспорту наших продуктов, потому что это большой потенциал. Это и валютная выручка, с одной стороны, это и дополнительные объемы производства, которые позволяют загружать нашу мощность. Но это еще раз возможность познакомить весь мир с белорусскими продуктами. Белорусские продукты питания уже завоевали во всем мире свою нишу и уже сформировался бренд «Белорусское качество». По итогам девяти месяцев нынешнего года объем экспорта в Брестской области превысил 2 миллиарда долларов, а положительная торговая сальда составила 875 миллионов долларов. Экспорт для нас это такое святое направление в экономике, потому что страна тотально открыто имеет экономику, более 70% производимой продукции уходит. Вот просто надо представить эту цифру в более чем 180 стран мира. Небольшая по мировым таким стандартам страна, тем не менее, видите, имеем такой мощный экспортный портфель, поэтому экспортное направление для нас было всегда очень важно. Брестские компании ежегодно на деле доказывают, что слова «сделано в Беларуси» – это знак качества продукции. Прошедшая неделя завершилась сразу двумя важнейшими событиями в армейской жизни. Областной присягой, которая традиционно проходит в Брестской крепости, а также профессиональным праздником – Днем ракетных войск и артиллерии. В годы Великой Отечественной войны именно артиллерия стала той мощной и решающей силой, которая повергла врага под Сталинградом. А потому все военнослужащие 111-й, гвардейской, артиллерийской, кёнигсбергской, краснознаменной ордена Кутузова бригады считают честью нести службу под ее знаменами. Торжественный митинг чествования ветеранов и отличников службы, а также другие мероприятия прошли на территории Молодежного патриотического центра в Брестской крепости. Как это было в сюжете Людмилы Логодич. Профессиональный праздник – День ракетных войск и артиллерии – всегда отдается дань памяти тем, кто сложил свои головы на полях сражений Великой Отечественной войны. Торжественный митинг, на который приглашены почетные гости, члены Молодежного патриотического центра и ветераны Вооруженных сил, еще одна возможность отметить достижения и сказать важные слова тем, кто и сегодня стоит на страже рубежей нашей Родины. От всей души хочу поздравить ветеранов Вооруженных сил, ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто связан с этим праздником, с этой датой знаменателей – 19 октября. Также воинов своей воинской части, воинов-артиллеристов, других воинских частей, которые имеют непосредственное отношение к ракетным войскам артиллерии. Я желаю всему личному составу крепчайшего здоровья, успехов, благополучия, во благо процветания нашей Родины. Этот праздник – это праздник всех нас артиллеристов, нас, настоящих мужчин, тех, кто когда-то отдал часть своей жизни армии, службе. Защита нашей Родины, защита рубежей – священный долг каждого солдата. Я хочу пожелать, чтобы они нормально учились военному делу, как говорили раньше, настоящим образом. Практически завершён учебный год, и 111-я гвардейская артиллерийская бригада может гордиться, подводя его итоги. За отличные успехи в несении службы, высокие результаты на соревнованиях вооружённых сил и учениях «Запад-2021» военнослужащих ждут заслуженные награды. Сегодня наши артиллеристы, наши ракетчики достаточно серьёзно подготовлены. И мне, как начальнику гарнизона, очень приятно, что наша воинская часть, 111-я артиллерийская бригада, в этом году выбилась в лидеры в своей номинации, заняла второе место. Будем надеяться, что в ближайшем будущем и займут и первое, потому что действительно очень хороший, серьёзный коллектив, начиная от руководителей, заканчивая простыми солдатами. Очень много людей на контрактной службе сегодня находится, а это уже совсем другой уровень подготовки. И будем надеяться на высокие результаты. Сегодня более 300 человек проходит службу в 111-й артиллерийской бригаде. Как новобранцы, так и контрактники считают за честь попасть сюда. А общий результат зависит от каждого. На каждом орудии есть свой экипаж, расчёт. От каждого военнослужащего зависит общий результат. Не может быть такого, что один лучше, а другие будут хуже. Это командная работа. Артиллерия – это очень серьёзный род войск. Для того, чтобы произвести даже пуск одной ракеты, нужна очень сложная, слаженная работа. Очень горжусь, что попал в артиллерию. Мне тут очень нравится служить. После торжественной части всех желающих пригласили на выставку новейшего вооружения и специальной техники. Угостили ароматной горячей кашей с чаем и предложили принять участие в различных активностях. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте – 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей о ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин